Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучение Торы, недельная глава Ноах. Сказано в недельной главе после посол Тотопа интересные слова. Во все дни земли, сенья и жатва, холод и зной, зима и день и ночь там не прекратятся. То есть Бог пообещал не посылать еще раз потоп на землю. Согласно комментарию Бен Ишхая, в сердце человека вообще всегда идет беспрерывная борьба. Доброе и злое начало, это 24 часа в сутки, ну может когда спим не очень. Доброе начало шепчет тот, кто сеет в этом мире, пожинает в загробном, иди исполняй заповеди, делай что-нибудь, готовься к вечному миру. А злой, конечно, не отстает и говорит, зачем ждать жатвы. Иди сейчас, получай материальные блага, испытай удовольствие от любых страстей. Сейчас, вот сейчас, хватай, тяни тогда. При виде запрещенных удовольствий, там, хватай. Увидел мясо неположенное, кушай. А доброе начало в это время говорит, вспомни Творца, не теряй свой будущий мир в одно мгновение из-за куска какой-то это. Злое говорит, перестань размышлять, ползайся тем, что возле тебя находится. Это рассказывают мудрецы, это не просто мы с так или не так. Рассказывают о таком и так далее. Утром встает человек, утром начинается борьба, злое начало говорит, полежи еще немножко. Ночь, поспи. Доброе говорит, молитва сейчас. Поэтому сеяние жатва день и ночь не прекратятся, сказал Бог. Доброе и злое начало никогда не перестанут спорить между собой. В этом суть развития мира. Одно будет звать человека добрые дела делать, а второе предложит удовлетвориться, так сказать, совсем другим. Одно скажет уже день, а второе будет шептать, не слушая, еще ночь. И Хафиз Хайма как-то спросили, почему платы за исполнение заповеди получают не в этом мире, а в будущем. И по своему мгновению он рассказал притчу. Богатый ювелир жил. И скончался в самом рассвете сил. Оставил после себя единственного сына ребенка. Назначили ему опекуна, чтобы кто-то заботился о еде, питье, одежде. И как-то захотелось ему конфет. Пошел на кухню, перерыл ящики. Нет ничего. Тогда мальчик вышел из дома, пошел в ближайшую лавку, смотрит конфета на палочке. Сколько стоит он, там, 10 центов. Он говорит, ну денег нет у меня, ну вот у меня есть бриллиант. И дает продавцу бриллиант. Маленький такой. Нет денег, иди домой, говорит продавец. А мальчик возмутился, говорит, ну как же так? Неужели этот бриллиант не стоит этой сладости? Конечно же, говорит продавец. Именно поэтому я хочу, чтобы ты оставил бриллиант себе и не поменял его на какую-нибудь вот эту вот минутную сладость. Плата за исполнение заповеди это бриллиант. Цену, которую мы узнаем, написано только в следующем мире. И часто очень глупо дать нам возможность поменять на что-то другое. Но мы это не понимаем. Мы хотим сегодня, хотим здесь. Страшно удивляемся, почему мы вчера там перевели человека через дорогу, а сегодня вот нам миллион не упал. Или почему мы вчера там что-то не украли, а сегодня война не закончилась. Не так это все немножко работает. Поэтому самое главное, что говорят мудрецы, как ни странно, в выводе из этой нашей ситуации. Наш протест был... Вот Авраам, он был именно тем человеком, который объяснил нам все. Авраама можно сравнить с человеком, ну который уговаривал бы сегодня людей отказаться от автомобиля и сесть на телегу. Ему было необходимо объяснить абстрактную, совершенно непонятную поколению идеи о том, что существует Бог, которого нельзя увидеть, пощупать, потрогать, запах которого невозможно ощутить. И он должен был противостоять тем, кто верил в реально существующих идолов. Идолы работали. Идолы работали. И тем не менее Авраам стал Авраамом. Наш протест был оптимистом, в первую очередь. Ему удалось это все победить из-за оптимизма. Это то, к чему мы сейчас перебрасываем мостик к себе. Нам нужен оптимизм. Он должен был оптимизм. Он считал, что может изменить путь верования человека один. И это ему удалось. Сегодня в мире полный монотеизм господствует. Вера в единого Бога. Конечно, на это ушел не год, не два, но в конце концов Авраам добился успеха, как и всех в своих начинаниях. Почему? Он оставался оптимистом. И всегда надеялся на лучшее. И мы должны надеяться на лучшее. И мы должны быть оптимистами. Потому что что бы ни происходило сегодня в мире, что бы ни происходило в нашей жизни, на небе есть наш хозяин, отец, который знает как лучше, понимает глубже. И все будет хорошо. Но только он просит от нас тоже соучаствовать. Сделай что-то. Пойди, прочитай Тору, прочитай Тегелим. Сделай доброе дело. И ты увидишь, что Бог все разрулит. Разрулит ситуацию так, как мы даже не ожидаем. Еще лучше даже. Потому что Авраам показывает нам одно. Когда ты идешь за Богом, ты идешь за победой. Брахавы от флаха. Поехали. 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 Поехали.